ДИДИМ АДЛУБАМ Большое спасибо. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов, приветствовать всех вас и выразить надежду, что сегодняшняя встреча будет успешна для всех участников. Знаменательно, что наша корпорация, нефтегазная корпорация Грузии, она является спонсором сегодняшней встречи. Это продиктовано актуальностью этой тематики и также важностью вопроса, который обсуждается тут. Исследование грузинской экономики показало, что транспортировка является главным деноминатором, так сказать. Во-первых, тут разговор о транзите энергоносителей, условиях развития местного производства гидроэнергетики. Мы должны осуществить другие сопутствующие проекты. Естественно, что в ближайшем будущем большая доля экономического роста будет достигнута именно за счет этих отраслей. И развитие свободного рынка и свободной экономики в нашей стране и соответствующей социальной политикой нашего государства будет способствовать повышению уровня жизни. Для правительства Грузии первичной задачей в процессе достижения режима свободной торговли сохранение глобальных приоритетов и сохранение потенциала, которое будет принесена интеграция, экономическая интеграция с Европой. Грузия является, она доказала за последние 20 лет, что мы являемся надежным региональным партнером для наших соседей. Мы сделали все для того, чтобы расширить существующую транзитную функцию. Мы достигли большого уровня надежности как со стороны стан производителей, так и стан потребителей. Это было нелегко и было достигно через немалые усилия. Наша корпорация имеет мандат, имеет возможность играть решающую роль в осуществлении государственной политики. Но эта готовность и наши контакты с бизнес-партнерами началась гораздо раньше. Грузия всегда рассматривалась как соединитель, и Кавказ рассматривался как естественная коридория, соединяющая два континента. И это сыграло важную роль в образовании грузинской государственной культуры и традиций. Грузия была частью шелкового пути. Как и раньше, Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией является решающим звеном транспортной цепи. Уже сотни лет Азербайджан осуждает транспортную трубу нефти и газа через Грузию. Однако только сейчас мы сможем достичь полномасштабного потенциала и полного освоения этого потенциала. На сегодня на территории Грузии я хочу, конечно, обратить внимание на проекты трубопровода. Тут четыре трубы Бако-Твилиси-Чикан, Бако-Супса, Южно-Кавказский газопровод и газопровод, который соединяет наши две соседние страны, через которые российский газ поставляется в Армению. Это очень важные проекты. За последние 20 лет Грузия осуществила их вместе с нашими партнерами. Конечно, сотрудничество с партнерами перед этим сотрудничеством было бы невозможно. Я хочу отметить тут роль региональных стран, Азербайджуан, Грузия, Турция, наши партнеры США, ЕС, страны ЕС. Надо отметить еще от сотрудничества с компаниями, которые участвовали вместе с нами, с нашей корпорацией Сакар, Би-Би и все другие компании, которые являются членами консорциума в Азербайджане. У Грузии гораздо больше потенциал в смысле транзита энергоносителей. Мы должны обратить внимание на потенциал туркменского газа. Особенно важно в этом контексте решения вопроса поставки туркменского газа в Европу. Естественный газ, природный газ в Туркмении является хорошей альтернативой, конечно, потенции российскому газу. Я думаю, что местные страны, усилием местных стран и Европейского Союза, страны, в Пескосовом, мы должны достичь развития нового этапа южного энергетического коридора. Грузия готова сотрудничеств для достижения этих стратегических целей. Хочу воспользоваться возможностями отметить, что позитивное явление последнего времени для наших стран это то, что Грузия присоединится к странам Евросоюза. И это, конечно, мы достигли еще большей роли в ходе заверсификации нашего базара и наш внешний курс именно является решением этого. Наша корпорация один из хороших примеров адаптации еврейских стандартам на грузинском рынке. Корпорация также исполняет иную функцию энергобезопасной страны. Это поставки природного газа потребителю. Конечно, вместо сетей мы являемся гарантом энергобезопасности и бесперебойно поставлять диверсификационным образом природный газ. Наше снабжение ТЭЦ теплоэлектростанции это наша стратегическая задача. Мы подписали долгосрочные договоры различными поставщиками и с местным рынком. Наша корпорация является эксклюзивно коммерческим партнером шахтынинского проекта на территории Грузии. Это является основой для долгосрочного сотрудничества и многие новые общества планируются в ближайшем будущем. корпорация активно сотрудничает и по расследованию и исследованию запасов нефти и газа на территории Грузии. Нефтедобыча в основном с нашими соседями очень скромна, хотя тут есть позитивная динамика. недавние разработки дают повод для осторожного оптимизма. корпорация и грузинское государство полностью поддерживают нефтедобычу осуществленной эти компании и наши отношения имеют партнерский характер. Конечно, мы требуем от партнеров, чтобы они исполнили те обязательства, которые взяли по договору и, конечно, важно, чтобы корпорация особое внимание обращает на реабилитацию и развитие транспортной инфраструктуры. Нефтегазная корпорация наследник той инфраструктуры, которую было унаследовато после Советского Союза. Реабилитация перевалочных станций и станций давления происходит поэтапно. Надо отметить роль международных партнеров в этой среде. При поддержке США, которая выражена поддержкой USAID и корпорацией тысячи вызовов, тысячи лет, фактически решила одну из важнейших задач энергобезопасной страны. Стабильность и устойчивость магистральных трубопроводов. и мы осуществляем масштабные работы на станциях высокого давления. Хочу отметить новшество, которое не новшество, но тоже однако это важно, что корпорация с в 2016 будет присоединиться энергогенерации. После того, как мы завершим строительство нового типа теплой электростанции 250 мегаватт производственной мощности, это сделает нашу энергогенерацию более стабильным. Особенно, я хочу подчеркнуть, что наш проект был профинансирован с помощью еврооблигаций. Было задействовано 250 миллионов американских долларов, и сегодня проект развивается успешно. Сильные устойчивые позиции облигаций на рынке дают хорошую гарантию использовать финансовые инструменты фондовых рынков Европы и в будущем. Одна из таких инициатив может быть создание подземного газохранилища, которое рассматривается как важное вверху нашего энергобезопасности. При увеличении потоков газа все больше значение приобретает стабильность газопоставок. и в будущем мы сможем сбалансировать эти газопоставки. И таким образом газохранилище выходит за рамки стратегического объекта и является привлекательным бизнес-проектом. грузинская корпорация получила право на строительство этого хранилища. Мы производим исследования и планомерно рассматривая различные варианты развития проекта. И с 2016 года начнется реализация проекта на основе этих исследований. и в среднесрочной перспективе когда Шахтеннис войдет в вторую фазу нам будет необходимо иметь это хранилище и оно будет построено. Таким образом я кратко хотел коснуться этих вопросов. Хочу отметить, что сегодняшняя конференция является прекрасной возможностью развития сотрудничества между партнерами и будет способствовать привлечению инвестиций в энергетику страны. Я хочу поблагодарить вас за внимание и пожелать вам успеха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ